Руководители Ленинского района оказались на скамье подсудимых по обвинению в халатности, из-за которой погиб подросток. Трагедия, я напомню, произошла прошлой зимой. В декабре пропал 18-летний юноша. По билингу телефона было ясно, что Рустам пропал где-то в районе Мызинского моста. Мама сразу обратилась в полицию, но там возбуждать уголовное дело отказались. Родственники с волонтерами сами вели поиски, забрашивали камеры видеонаблюдения на окружающих Мызинский мост объектах. Но отсматривать камеры давали не все. На заправке, например, заявили, что дадут запись только полиции. А полиция камера не запрашивала и дело не возбуждала. Мама пропавшего обратилась к нам в редакцию. И после нашего сюжета о пропавшем и о том, что поиски его не ведутся должным образом, уголовное дело все-таки было возбуждено. И почти месяц спустя после пропажи юноши полиция все-таки отсмотрела запись камер видеонаблюдения той самой заправки, которая так не хотела помогать волонтерам. И стало понятно, что случилось с Рустамом. Он хотел немного срезать дорогу, когда шел на остановку и сошел с тропинки. А там оказался открытый люк, который был занесен снегом, и он туда провалился. Место безлюдное. Любые крики заглушают шум от едущего по мосту транспорта. Юноша в колодце медленно погибал от холода в ледяной воде примерно по грудь. Телефон несколько раз включал, но в колодце он не ловил. От холода быстро выключался. Следствие пришло к выводу, что за состояние люков в районе отвечает районная администрация. И глава с заместителем оказались на скамье подсудимых. Вы согласны, что из-за вашего бездействия погиб человек? Господа, давайте комментарии после суда. Пока будем разбираться. Дело сложное. Поэтому пока ждем суда. А в чем сложность дела по-вашему? Большой разбор должен быть. Здесь не так все однозначно, как кажется. Поэтому давайте дождемся суда. И по результатам, наверное, будем уже понимать, о чем идет речь. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность» в отношении главы Ленинского района и заместителя главы Ленинского района. Мы не говорим, то есть следствием установлено, что это не группа лиц, однако действие одного дополняет действие другого. То есть одному было поручено навести порядок, закрыть люки, закрыть колодцы заместителю. Однако глава администрации не проконтролировал исполнение, поэтому они вдвоем будут на скамье подсудимых. В первую очередь, наверное, это вопрос к главе района. Почему? Потому что он хозяин. Он должен следить за тем, что у него в районе происходит, и держать руку на курсе, и тем более, что были сигналы о этой территории, приходили и жители жаловались, и письма писали. В сентябре 22-го мэрия поручила вам же устроить территорию бывшего рынка. Почему это не было сделано? — Господа, давайте комментарии по итогу, но посмотрите внимательно на письмо. — Какое? — Ну, то есть поручение, на которое будут ссылаться. И еще раз говорю, дело реально непростое. — А в чем там подвох? — Господа, еще раз говорю, не хотелось бы постоянно повторять, что комментариев не будет, но давайте начнем судебный процесс. То есть и в любом случае позиции будут изложены и адвокатами моими, то есть и мной самим как бы, но давайте дождемся. — Говорят, что вы киваете на главу администрации, а он на вас. — Я бы не хотел никого кивать. Это трагедия. Трагедия страшная. Поэтому давайте разбираться. Объективно все здесь. То есть я пришел. Что ж, суд на это назначен. Будем смотреть. — При проведении следственных действий было установлено, что на данном участке земли около пяти-шести открытых колодцев. То есть, конечно, нельзя так говорить, но тем не менее, если бы он не провалился в этот колодец, он бы провалился куда-то далее. И этот участок был абсолютно никем не обследован, несмотря на наличие предписаний, несмотря на наличие официальных документов о том, что необходимо обеспечить безопасность, что нам дарована эта конституция Российской Федерации. Однако это не было исполнено. — Айсан Николаевич, признаете вину? — Почему не извинялись перед родственниками? Скажите, пожалуйста. — В сентябре 2022 года мэрия вас обязала эту территорию благоустроить. Почему ничего не было сделано? — Шесть колодцев открыто. — Без кандидоров. — Александр Николаевич, пошлите поговорить с нами. — Подозреваемые, обвиняемые. Не приносили никаких соболезнований, никаких слов. Не было с их стороны. Эти люди считают себя невиновными. Это очень грустно. — Это дело касается жизни человека. То есть и мамы погибшего. Поэтому еще раз говорю, здесь вопрос соболезнований. То есть то, что это трагедия, да. То, что от меня лично соболезнование, да. Но дальше судебный процесс. — Почему сами маме не сказали это ни разу? Почему нам говорить? — Я не вам говорю, господа. Еще раз говорю. Вот. Просто чтобы не повторять постоянно, нет комментариев, там, не хочу комментариев. Давайте дождемся сегодня процесса. И я дам уже развернутые ответы на все поставленные вопросы. — Год с лишним длилось следствие. И пока оно длилось, он осуществлял свои полномочия, осуществлял свою деятельность. Я еще раз напомню, перед мамой никто не извинился, никто не принес ей никаких соболезнований. Ну, конечно, вот это очень удивляет. — Просто я хочу сказать, как мама, что никакие сроки, никакие компенсации не возметят то, что я пережила. — Как сейчас вы живете? — Как я сейчас живу? Ищу силы, чтобы жить дальше. Кстати, мама погибшего Рустама после смерти решила посвятить себя тому, чтобы не допускать повторений подобных трагедий. Сначала она, как волонтер, просто помогала выявлять подобные открытые люки в Нижнем Новгороде, у нас их сотни. А теперь работает администратором в проекте «Опасные объекты Нижегородской области». Они занимаются всем, что представляет опасность. Люки, оборванные провода и все такое прочее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова